Мы рассматриваем наш ряд ФБС с индексом У, то есть последовательность всех. Мы берем все рациональные числа из отрезка 0,1, не сокративные, это рациональные числа, значит, сокративные круги. Знаменатель не превосходят У, мы записываем их в порядке возрастания. Мы прекрасно знаем, что это количество выражается в следующей синтетической форме. Мы это доказали на одном из прошлых занятий, ну, плюс единица добавляется, потому что мы начинаем считать, что это стоят с единицей. Но главный член – это первое, и теорема, которую мы сейчас будем доказывать, состоит из следующей. Мы рассматриваем это лично У, что такое ДУ, я повторяю. Давайте рассмотрим на виду слову этим рядом. Рядом 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. То есть мы рассматриваем, насколько Р мутный элемент ряда поры отличается от мутного элемента равномерной сетки. И наш основной персонажа – это отклонение ДУ. Мы его иногда просто будем записывать Д, потому что У у нас величина фиксированная в нашем экономике. Это сумма по нему от единицы до ФИКУ ДТНЮ в квадрате. Основной результат, который мы сформулировали в прошлый раз, ДУ, есть он маленький аганат КУ, при КУ стремящейся к бесконечности. То есть предел при КУ стремящейся к бесконечности ДУ разы динам КУ равен. Четыре теоремы связаны с именем такого замечательного математика Форнега. Они не могут посчитать в книге Эрген и Форнега. Следующее, что я могу сказать, это некоторое напоминание, что мы уже с вами столкнулись с функцией конкурса. Определение, я напомню, это единица, если я драма по единице. Но вы знаете, n надо прежде чем определять функцию конкурса, разложить на простые множители. Различные. Что функция я могу сделать? Я напоминаю, что когда n равно единице, это единица. Когда n равняется 0. О, и она равняется 0, если существует простое, которое в квадрате делит n, и равняется минус единице в степени t, если n равняется произведению различных простых первых степеней. Я не могу сделать, правда, и текется. Значит, мы рассмотрим его среднее значение. m от x. Точнее, это, конечно, 2,5-4 большое. Значит, в которой есть сумма по n, не превосходящая. м от x. Лихая теорема, которая, я не могу сказать, что она была доказана в первой Лидл Вуду, но она связана с его замечательной математикой Лидл Вуда. Не могу сказать, что прямо вот эта теорема Лидл Вуду, но Лидл Вуд занимался близкими вещами. мю от x равняется ом маленькая от x. Когда x с применением бесконечности, то есть предел при x с применением бесконечности, мю большую от x, разделить на x, равно 0. Значит, давайте мы вот это равенство обозначено звездочкой, и целью сегодняшней лекции доказать вот эту теорему предположение звездочки. То есть на целью из звездочки вывести вот эту вот теорию. То есть звездочки, по сути дела, это ассенциотический закон о исправлении 16-ти. Классическая теория, доказанная методами комплексного анализа Атаману Амалипуссену 19-19-го века, и из него вытекает вот такая ассенева по распределению наших рэ, которая у нас на прошлой лекции классовала. Для доказательства этой теории нам Атамана дотянули трех факторов, часть из которых мы сформулировали, но только меньшую часть. А большую часть нам придется сформулировать и доказать сейчас. Итак, давайте мы с вами вспомним, что мы рассматриваем функцию G от X, которая на самом деле есть G в Q от X, которая есть количество R из R в Q. Ну, R, оно у нас не превосходило X, X у нас элемент из отрезка 0,1. Ну, для полного счастья, сегодня нам будет удобнее считать, что R строго больше 0. если мы рассматриваем такую функцию, это та самая считающая функция, которая использовалась при доказательстве того же функции распределения, асимметатические, в периодах моря есть X. Значит, сейчас нам понадобится немного более точная формула. Давайте сразу поймем, что G от 0, А, чем равно? В таком предыдущем 0. Прекрасно. G от X, количество всех гробей. Обязательно. Я сегодня немножко подправил, что формулы были совсем красивые, мы 0 и нынчивыми. Здесь будет фигура. Я сформулирую. Несколько вспомогать подтверждений. Одно вспомогать подтверждение у нас уже есть. Мы ее уже как-то однажды. Следующая лена будет касаться точного равенства для вот этой вот функции. Лена утверждает, что наша функция уже описана, выражается в следующем точном виде, где мы это делаем целая часть. Ну а мю, мю большое, вот здесь вот определяем.